МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Народного телевидения Хибины Мария Савохина и Павел Волков, народный ведущий. Что произошло и о чем говорят в регионе, посмотрим и обсудим. Губернатор Мурманской области накануне свой рабочий день провел в Великом Новгороде. Андрей Чибис принял участие в семинаре-совещании, на котором обсуждали повестку предстоящего заседания Президиума Госсовета о развитии рынка труда в России. Глава региона отметил, что ситуация в Мурманской области соответствует общероссийским трендам. Уровень регистрируемой безработицы с начала года снизился до 0,6%, а сейчас в Кольском Заполяре 2,5 тысячи зарегистрированных безработных и 22 тысячи рабочих мест. И это не предел. С учетом новых инфраструктурных проектов, которые реализуются в Мурманской области при поддержке президента России Владимира Путина, потребность в кадрах будет расти в геометрической прогрессии. Регион уже сегодня проводит большую работу по подготовке к привлечению квалифицированных специалистов. Рассказал про нашу практику «Курс на север», про профориентацию, про инвестиции в университет, в психотерапевтический университет, в наши колледжи. Мы и на коллегии по курсу поддержали и тему северного стажа для самозанятых индивидуальных предпринимателей, и дополнительные инвестиции работодателям по аналоге зданий Мостова на привлечение новых кадров. Будут и другие предложения, которые будем дорабатывать завтра. И сегодня выработанные на семинаре совещания в Великом Новгороде предложения были представлены на президиуме Госсовета. Провел заседание президент России Владимир Путин. В рамках регионального плана «На севере жить» в Кировске продолжается реализация двух ключевых инфраструктурных проектов. Это реконструкция кинотеатра «Большевик» и создание сквера в микрорайоне Куки-Свумчор. Администрация города держит на контроле каждый этап работ. Подробности в репортаже Валерия Романова и Владимира Ильницкого. К реставрации объекта культурно-исторического наследия города здания кинотеатра «Большевик» рабочие приступили полгода назад. За это время они выполнили ремонт и черновое покрытие фасада, демонтаж некоторых стен и перегородок. Особое внимание уделили кровли, подготовке фундамента и заливке бетонного основания. Очень тяжелый грунт здесь. Копать очень тяжело. Откапываем валуны, не считая строительного мусора. Несмотря на возникающие сложности, подрядчик в сроки укладывается. И уже следующей осенью намерен сдать объект в эксплуатацию. На этой неделе залили бетон основания фундамента под кинотеатры, закрывают наружный контур, завершают сооружение кровли. И планируется подключение тепла, что даст возможность в зимний период вести отделочные работы. Прорабатывается дизайн всех помещений, принимаются уже окончательные решения. И параллельно идет закуп оборудования. Планируется весной начать монтаж оборудования. И, соответственно, открытие планируется в сентябре следующего года. Бывший кинотеатр предстанет перед кировчанами и гостями города современным образовательным культурно-досуговым центром. И все это благодаря совместным усилиям правительства области, администрации города и компании ФАСАГРА. Еще один масштабный инфраструктурный проект, который в этом году реализует муниципалитет благодаря победе Кировска во всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения». Новое общественное пространство в микрорайоне Куки-Сумчор. Очень важно, что в городе появляются такие объекты с глубокой архитектурной проработкой. Но и вы видите, что это не только сквер, это не только парк, но это и дополнение тех придворовых территорий, которые находятся вокруг сквера. И, соответственно, развитие архитектуры города очень тесно связано с благоустройством. Продуманность, комфортность, удобство – это очень важный элемент. Сегодня сквер готов на 95%. Рабочие уже проложили дорожки, установили фонари, возвели сцену, деревянные горки и детские спортивные площадки. На днях здесь появились деревянная ладья и городок. Юрий Кузин отметил, важно не только построить новый объект, но и сохранить его. Для этого в сквере установлена система видеонаблюдения. Торжественное открытие сквера состоится в начале октября. Жители и гости микрорайона, как маленьких, так и взрослых, ждет яркий праздник. После летнего перерыва в Апатитах состоялась акция по сбору вторсырье. В ней приняли участие почти две сотни человек. Они издали на переработку больше трех тонн пластика, металла, батареек и макулатуры. С теми, кому не все равно, познакомилась Екатерина Титла. Пластиковые бутылки и контейнеры из-под продуктов, использованная бумага и батарейки. Сортировка мусора, говорят участники акции, дело отнюдь не хлопотное. Главное взять за привычку. Дома хранится это все по углам. В основном в шкафу и под раковиной, потому что мусор промывается весь, там сушится и этого ничего не видно. С каждым годом в Апатитах и Кировске число участников акции растет. В этот раз ее поддержали 192 человека. Общими усилиями собрано 3180 килограммов вторсырья. Пластик, который мы сегодня собирали, это вот бутылки, пакеты и двойка пятерка твердые. Это мы отправляем в Мурманск, где из этого делают тротуарную плитку или люки. Может быть, в Кировске видели, на площади есть такой люк с надписью «Кировск». Так вот, на тот момент создания, специально у заготовителя Мурманска спрашивала, он создан на 50% из кировского пластика. Это для того, чтобы показать, что мы не просто собираем и куда-то, а это, получается, хорошие вещи, которые долго будут служить. Металлическое вторсырье отправляют в Санкт-Петербург, а макулатуру перерабатывают здесь же, в Апатитах. Дату и время проведения следующей акции по сбору вторсырья можно узнать на страничке и каточке в соцсети ВКонтакте. Чтобы перейти на нее, наведите камеру смартфона на QR-код. В акции приняли участие ребята из группы Апатитского центра соцобслуживания. Они принесли 2 килограмма крышечек и 5 килограммов батареек. В музейно-выставочном центре «Апатит» открылась выставка, посвященная столетию со дня рождения Георгия Александровича Голованова. Легендарная личность. Он руководил производственным объединением «Апатит» на протяжении 19 лет с 1964 по 1983 годы. Задумайся, это было 40 лет назад, а помнят его до сих пор. И не просто помнят Голованова в Кировске и Апатитах, любят и безгранично уважают, потому как невозможно недооценивать его вклад в развитие комбината. Об удивительном человеке напоминают и его вещи. С необычными экспонатами выставки познакомилась Надежда Фролова. Когда двери музейно-выставочного центра «Апатит» закрываются для посетителей и все звуки затихают, становится слышно, как мерно стучат антикварные часы в зале на первом этаже. Георгий Голованов привез их из Германии после Великой Отечественной войны. А в конце 1950-х годов часы вместе с хозяином переехали в Мурманскую область. И многие годы трудились в кабинете у Георгия Голованова. Часы – экспонат постоянной экспозиции, посвященной легендарному директору и удивительному человеку. Как Жуков сидит, уши прижаты. Ну, генерал. Ребята, ну, и повезло, и нам будет трудно. Как оказалось, на самом деле повезло и не совсем легко работать. Планируем сразу, что мы перестраиваем город из деревянного в каменный, что давайте так будем думать о людях, прежде всего люди. Именно в эпоху его правления, в эту веку, на предприятии строились, открывались новые рудники, запускались новые фабрики. Вот был скачкообразный рост объемов производства, апатитового концентрата, добычи апатитно-филиновой руды. Георгий Александрович для города Кировский, для города апатита сделал очень много. И в этот памятный день, столетие, мы открыли выставку, посвященную достижениям, заслугам и памяти этого человека. В официальных источниках жизнь Георгия Голованова в основном проиллюстрирована цифрами. Родился, учился, трудился, добился. То, что он сделал для комбината Кировской апатитов, мы видим и по сей день. Не удивительно, что Ольга Миронова, внучка Георгия Александровича, на вопрос, каким был ее дедушка, отвечает просто. Дедушка всегда был занят. У меня все-таки больше такие детские воспоминания, когда кажется, что дедушка ничего не боится. Дедушка, ну, про работу он не говорил, не рассказывал. Но я никогда не задумывалась о том, что директором стал в 40 лет. Сейчас в 40 лет еще он на самокатах катается вовсю. А человеку доверили градообразующее предприятие, становление такого большого, серьезного дела. И он справился. После официального открытия выставки состоялась встреча-воспоминания, организованная Хибинским бюро краеведения. Гости вспоминали Георгия Александровича и его деятельность в годы руководства. Увидели редкие фотографии, услышали рассказы современников, выдающегося человека. Вниманию гостей был представлен фильм, созданный специально для этой даты. Часы Георгия Голованова мерно отсчитывают время. Часы, минуты, секунды. Под звук этого механизма Георгий Александрович думал, писал книги, работал, жил. И он жив и по сей день. В сердцах и умах людей, о которых он думал всю свою жизнь. В Апатитах возрождают конкурс красоты «Северное сияние». Дворец культуры ведет прием заявок в соцсетях. Организаторы приглашают участниц от 25 до 45 лет. В этом году мероприятие пройдет в новом формате, поэтому и процесс подготовки будет необычным. Кроме традиционных репетиций во Дворце культуры, фотосессий и огромного количества сюрпризов, девушек ждут различные спортивные активности и даже психологические тренинги. От генеральных партнеров конкурса команды фитнес-клуба «Скульптор тела» и Элеоноры Герейро. Мы сейчас принимаем заявки. После отбора участницы пойдут выполнять задания проекта, а в финале остается 12 человек. Отбор будет по результатам занятий. Конкурс состоится 26 ноября. Зрители ждет яркое и необычное шоу. Интересно, а на какие вопросы в заявке должны ответить потенциальные участницы? Ну, помимо стандартных, о возрасте и личных данных спрашивают о количестве детей в сфере деятельности. Также нужно сообщить о своих увлечениях. А теперь о том, чем заняться уже в эти выходные. В Апатитах отметят Всемирный день туризма. В эту субботу можно отправиться в живописное ущелье Шорохов вместе с опытным гидом. Или, например, сходить в музей-архив истории изучения и освоения европейского севера России. И там узнать об экспедициях по Хольскому полуострову и старинных находках. Ну, а любители выставок и арт-объектов 23 сентября приглашают в Центр современного искусства сияния. Для вас проведут экскурсию по залам и поделятся секретами недавно открывшейся здесь экспозиции. Подробности народным рассказал координатор Центра современного искусства сияния Сергей Донидин. Это выставка, посвященная столетию пасвиры. И, собственно, у тех, кто придет, будет уникальная возможность попасть, скажем так, на закрытие этой выставки. Прогуляемся по территории гостиницы-санатория «Изавела», познакомимся с арт-парком и тем, что вообще у нас происходит здесь. Приглашают в этот день жителей гостей города посетить музейно-выставочный центр «Хибинариум» и пройтись по экотропе «Дендрария» Полярно-Альпийского ботанического сада-института. Записаться на участие в мероприятиях можно по телефону Туристко-информационного центра «Апатитов» 74095. Центр детского творчества «Хибины» приглашает жителей района на фестиваль детского творчества «Дорога и дети». Его участники смогут проявить себя в конкурсе плаката «Ю и Д. Шагает по стране» в литературном состязании правила в четырех строчках, а также в конкурсе моделей и макетов «Техническое творчество». Заявки организаторы ждут до 24 сентября по адресу город Кировск, проспект Ленина, 5. Чтобы узнать больше подробностей, наведите камеру телефона на QR-код, который видите на экране. 22 сентября в 19 часов Апатитская библиотека имени Ларисы Гладиной приглашает на концерт классической и современной вокальной музыки «Гитара и голос». Для вас выступят Кристина Горохова, учитель музыки школы номер 3, и Оксана Дзюбак, педагог по гитаре детской музыкальной школы имени Буркова. В пятницу в 19 часов в Апатитских сопках на Дзержинске, 53, ждут всех на громкие чтения. В этот день вашему вниманию предлагают произведения «Они никогда не состарятся роль до дали». Замечательная смесь реалистического и мистического делает этот рассказ очень сильным по воздействию и впечатлению. А в Кировских сопках в эту пятницу с 5 часов вечер настольного тенниса. В субботу, 23 сентября, Кировский городской дворец культуры приглашает жителей и гостей города на праздничное открытие творческого сезона. Подробнее о том, что ждет зрителей в этот день, рассказала ведущая ДКТВ Смурфетта. Всем привет! В эфире ДКТВ. А это значит, что мы начинаем 67-й творческий сезон и приглашаем всех вас на наш первый творческий концерт с участием лучших коллективов Дворца культуры. В 14.00 начнется мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству. Ну а в 15 часов на сцене Большого зала мы будем удивлять всех вас. Приходите, скучно точно не будет. Ну а вишенкой на торте для всех зрителей станет экскурсия по самым классным местам Дворца культуры. Это, конечно же, можно заглянуть будет в тайну за кулисья. Ждем всех вас 23 сентября в 15.00. Сразу после выпуска смотрите программу «Эстафета». Валерия Романова расскажет, как провести время с пользой в Центре детского творчества «Хибины». История знает множество примеров, когда человек, никак не проявивший себя в учебе, добивался всемирного признания. Позже в мемуарах такие люди, как правило, признаются – помог случай кто-то или что-то. В Центре детского творчества «Хибины» на случай не полагаются, а следуют четкому плану, цель которого – помочь своим воспитанникам реализовать скрытый потенциал. В этом выпуске программы «Эстафета» мы познакомимся с направлениями дополнительного образования, которые помогают раскрыть талант кировским мальчишкам и девчонкам в возрасте от 7 до 17 лет. Как знать, может, среди них тоже есть пока еще непризнанные гении. Строить планы проще, зная прогноз погоды. С ним вас познакомит Майя Захаренкова. Свежие новости, телесюжеты и видео, все самое главное и интересное вы найдете в телеграм-канале Народного ТВ. Это удобно, быстро и современно. Узнавайте обо всем первыми. С вами были Мария Савохина. И Павел Волков, народный ведущий. Хорошего завершения рабочей недели и отличного настроения. И до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова